Старый храм в Ореховке сгорел еще в 40-х годах прошлого столетия. А когда три года назад задумывали построить новый, то даже не представляли, что храм иконы Божьей Матери, живоносный источник, произойдет по красоте даже свои 3D-эскизы. 27-метровый красавец построен в старорусском Псково-Новгородском стиле и виден за десятки километров вокруг. Идею поставить на своей малой родине храм в память о своих родителях появился у москвича Виктора Седова не так давно. Около года ушло на создание и согласование проекта, а меньше двух лет назад, в октябре 2019 года, был освящен закладной камень. И вот Виктор Седов вместе со своей семьей и священниками Барышской епархии встречает владыку Филарета на освящении нового храма. Чин освящения престола храма таинство очень ответственное. Оно длится около часа, по ходу которого технические действия по сборке самого престола прерываются молитвой. Несколько раз владыка Филарец, священники и прихожане опускаются на колени и просят Господа избрать сей храм в жилище свое, осветить и благословить его. По окончании освящения храма все выходят на первый крестный ход. Владыка Филарета останавливается у каждого из входов в это величественное строение, а священники окропляют весь путь святой водой. По возвращении преосвященный владыка обратился ко всем собравшимся с первым архипастерским словом. Главный посыл к ореховцам – не только любоваться внешними красотами нового храма, но и заходить вовнутрь на богослужение. После более чем векового духовного простоя у священников главная задача – вновь поселить веру в сердцах местного населения. «Спаси Христос, всех поздравляется освящение храма. Надеюсь, что этот храм будет всегда наполнен нагащимся. Потому что Бог нам есть предельщие силы. Всегда и у Нем мы сдаемся. В каждый момент наших храмов не думайте, что нам Бог только присмите. Надо обрадоваться. Бог нам всегда может. После чего Владыка Филарет провел первую в этом храме архиерейскую службу. А у строителей остался финальный аккорд. Нужно поставить колокольню, оградить и благоустроить территорию вокруг храма. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышеской епархии специально для Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова